Субтитры сделал DimaTorzok У вас доброе утро, у нас добрый день уже, 3 часа дня Я не грущу, я вообще-то, честно говоря, так не выспалась, так хочу спать Надо просто переждать сегодняшний день и пораньше лечь спать А если я сейчас усну днем, то потом я опять ночью не смогу спать Пока перемены у нас еще часовых поясов Сейчас усну Специально вышла в прямой эфир, чтобы не уснулся Почему лежу, пришли с прогулки Привет Музыку буду слышать? Так, что будем слушать? Приветик Лелик Нет, не будем Будем, 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 просто не очень долго Песню эту знаете? Петлюру знали, да? И моя молодость, Надя И каждый думает о том, что дома ждут, что дома пишут Любимый, милый, дорогой, тебя я буду Спасибо Привет, петлю услышала, Миша, не поверишь С усталых плеч снимая, а милых вспоминая, а не ложатся спать И сняв за им ранее В Сырианс, кстати, я знаю, что этот, попробуйте к этой сходить в Москве Называется РОЖ, клиника РОЖ, она, по-моему, лечит Она говорила мне В Таиланде офигенно Сапога Еще, правда, блин, не успели поспать даже нормально Как в детстве, прям, ну да Я помню эту петлюру, мы едем Поехали, короче, в Краснокаменский Это было Кому-то нам надо было заехать У нас была тусовка какая-то На хате собирались, ну, раньше так говорили Типа там, девчонки, мои подружки Мам у всех на работе ушли И мы, короче, собрались Я в Таиланде, да И, короче, поехали И нужно было заехать Ты тоже в Таиланде? Да ладно Обалдеть, да ладно А где, на Пукете? Вот И, короче, мы поехали Значит, кто-то нам там, типа, сказал У нас есть вино там Типа, мы поехали за этой бутылкой вина На улице дождь Был такой проливной-проливной Просто вот такой дождь И даже вот не Зонтик не помогал А я ехала на багажнике Моя подруга сидела на велике, ну, за рулем А где это Панган? И, короче, в какой-то момент Мы просто заезжаем в лужу А лужа была не просто там А там была яма И мы заехали в нее Ну, а когда лужа Не видно же, яма или нет И там была такая сильная яма Что я подлетела И вот я как сидела На этом багажнике с этим зонтиком У меня вот так вот ноги были И она, получается, на яму Я подлетела И велик-то уехал А я прям вот так вот в лужу Представляете? Со всего прям вот Размаху в луже Это было так смешно Это было даже не больно Это было так смешно Вот так Я сижу в этой луже с зонтом на попе Лужа глубокая Мы так крохотали Вот петлюра мне напоминает Такие вот времена Когда мы могли выпить бутылку Вагдама Перед дискотекой Вино самое ужасное Это было С стаканом Причем Никто не умел даже пить И не знали, как вино пьется А, ну, короче, ты на другом месте Я так поняла Не отвлекаться на ее Песня это была петлюра Платье белое называется Ой У меня очень разношерстная музычка играет Это правильно А я, кстати, хороший трек я недавно начну Когда в Москву только приехала Самый безопасный от белых зубов Мне кажется, это вот эти Эти пластины, которые Так клеишь И сам там регулируешь время Сколько тут носишь Давай я покажу чуть-чуть Красоту Давай я вам покажу чуть-чуть Ах 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 Смотрите, как красиво. Сегодня здесь все кайтсерфинг делали с утра. К нитям отношусь очень плохо. Девочки, осторожно боком выйдут вам. Будут эти... Как их называют? Господи, забыла. У нас ванная большая, там Анжелика сейчас купается. Ну, как их называются? Если фибросы, потом будет ничего хорошего, короче. Осторожно, с ней тянется. Классно, да? Это я в Таиланде. Очень красиво здесь. Прямо очень красиво. Только вчера прилетели. Вот только вообще еще не адаптировались, но тепло, да. Круто очень. Киска, ты еще купаешься? Да. Пока не будешь выходить? Да. Пока не будешь выходить? Хорошо. Хорошо. Ау! Сейчас, секунду, ребят, подождите. Что? 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 Хорошо. Хорошо. Давай, сейчас уже скоро пойдем на пляж, солнышко садится, сейчас идеально будет, через 45 минут Ручка хорошо, скоро уже будем снимать гипс, у нее не перелом, перелом вот такой прям, знаете, как наполам, а у нее просто вот от локтя чуть-чуть кусочек такой как бы отломился и вот от сустава, то есть он как бы не перелом наполам, поэтому в принципе 3 недели максимум, сказали, гипс надо носить, хотя у нас там говорят в этом, в монако 4, но мой доктор в России сказал 2,5-3, потому что потом он локоть вообще не разработает, все будет сложно очень Я так хочу спать Какую музыку вам поставить? Чего все молчат, блин? Пришли посмотреть, что ли? На меня, я вас тоже обожаю, спасибо Очень, очень, ой, как я сегодня буду, я сегодня буду загорелая, я сегодня буду, наконец-то свежая Я поняла, знаете, что девочки, одну вещь поняла, что все-таки, когда загораешь, и правильно загораешь, потому что вот мы сейчас такое солнце не ходим загорать, допустим, время 24, да, чтобы кожу не убивать, чтобы пигментации не было никакой Вот загораем мы, допустим, после 4 сейчас пойдем, и сразу лицо такое прям, сразу оно вообще другое Мне так нравится, когда есть загар, хотя, говорят, там, типа, вредно, но лучше загорелый и как-то свежий, нежели белый и, типа, здоровый, там, кожа Для меня, я когда белая, я вообще здоровый не выпущу Какие джинсы планируете еще выпускать, когда будет следующий? Мы только выпустили, мы еще даже не выпустили Спасибо огромное, что вам, ну, за обратную связь, что вам понравились мои джинсы Один еще не выпустили, простите, пожалуйста Музычка была прикольная, ты вот нашла, как-то какой-то трек такой классный Это сейчас я вам скажу, подождите Пишется Bloom, B-L-O-O-M Там прямо какой-то у них, прям, 4-5 треков, все прикольные очень Я их все скачала Такое редко бывает, что прямо скачаешь, и все треки классные Вот, так что я говорила насчет джинс Что мы их еще даже не выпустили, это просто были сэмплы Некоторые из них не доделаны, некоторые будут там чуть-чуть подкорректированы Так, 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 вот так Поэтому они только через месяц у нас появятся в продаже Кстати, я для загар-то ничего не взяла, какая же я дурочка У меня же такие крутые масла Я обычно пользуюсь маслами, потому что я, допустим, хожу загорать Когда солнце либо рано-рано утром, оно еще не такое радиоактивное Либо уже вечером, когда после 4-х Соответственно, мне масла хватает всего-навсего Масло добавляешь Масло такое наносишь чуть-чуть с этим, с защитой И в принципе мне хватает В Таиланде, да, сейчас Вчера прилетели Как смириться с бывшей, я не понимаю, не слышали, а с бывшей, да С женой парня и его ребенком Вечные переписки, разговоры с женой Бывшей и последние деньги туда все Мне кажется, надо быть мудрой в этом плане Мне кажется, что Если мужчина все-таки и переписывается И общается И общается при вас То он явно, понимаете, говорит о том, что Ну да, у него есть ответственность Это очень хорошо, значит, он очень ответственный мужчина Не надо это так все воспринимать Надо быть мудрой, хитрой И вот эти вещи не показывать Потому что всегда будет контакт Допустим, к примеру, отвечу на вопрос Я общаюсь с Алексом все время, да Мы все время на связи И как я могу не общаться, да Ну там про деньги, ладно Я там самостоятельная Я как бы мне не нуждаюсь Но он, допустим, ваш мужчина У него есть ответственность Он помогает, это же классно И это говорит о том, что На него можно положиться Но при этом же он с вами Просто не пилите Вообще, вот как будто ничего не происходит Спрашиваете, как дела, да Что там, что случилось, как то-то Будьте потихонечку опять Где-то хай в Таиланде Вот сейчас показываю Красоту нашу В Таиланде вообще Все забито Ой, все забито было Еле-еле нашли отель, просто все забито И то вот этот отель у нас Он будет на первые 5-6 дней А потом на остальные 5 дней Нужно будет переехать В другой отель Вообще нет места Из-за того, что это китайский Новый год В Новый год Сейчас очень много здесь китайцев И все забито Спасибо Спасибо Я так похудела, девочки Это просто пипец какой-то вообще Я в шоке Еще я этот прессик подкачивала Подкачивала Смотрю, сейчас уже рельеф появился Мышцы накачались Как похудеть? Надо похудеть Заниматься спортом И питаться тоже правильно Как похудеть? Просто питаться правильно Не на диете сидеть Потому что диета Это когда мозг Думает Диета У него паника Он потом еще больше Начинает отказывать жира Когда вы Начинаете есть А нужно просто правильно питаться И типа делать очищение И тогда у мозга не будет паники Он тогда не будет Думать о том, что Ему там не додают Как набрать? Вот я набирала Набирала два года Управительная диета у меня Мясо я не ем Очень редко сейчас я иногда поедаю мясо Спасибо за комплименты, ребята Чем питаюсь я? Ну, я вообще мало ем Знаете, я мало ем Потому что, смотрите Иногда там поешь Да И вроде как-то вот Бывает такое, да? Что поел мало, допустим И что-то там не принесли Или там что-то не знаю Ну, что-то такое-то бывает А потом уже вроде не голодный больше То есть 20 минут прошло И уже понимаешь, что не голодный Нет, курить я тоже не ем Поэтому я ем мало Вот по природе Я не могу вот обжираться Объедаться Потом я не могу есть вот то, что там Тяжело Мне сразу организм говорит Сразу говорит плохо Тяжело Не переваривается Это там, знаешь Вот какой-то вот все Поэтому я включила мясо полностью И иногда могу еще баранину съесть Но просто редкий раз Спасибо, любименький Спасибо Но я как удела Нет, я быстро вес не набираю Да, мне как раз Вес таки проблемы набрать Это у меня Я просто набирала вес Пару лет Вот с чем-то Пожалуйста, простите Вот А потом Когда уже Проходит время Когда ты уже Значит, мало ешь, мало ешь Желудок сужается И уже много есть не хочется Это тоже, кстати, помогает очень Ну, вообще Средине очень хорошо Средине дает побочный эффект Как похудение А так Ну, на самом деле Это не похудение даже А этот Как его называют Очищение Да, название трека Хотите, тот трек верну Сейчас Сейчас я Подождите, ребят Спасибо Возвольте комплименты Спасибо, люблю Сейчас я верну тот трек Кстати, трек называется Just lay down Просто полежи Just lay down Just lay down And I'm laying down Уйдут ли щеки? И щеки, наверное От гимнастики не уйдут Гимнастика Это мышцы Вот это Когда ты работаешь над мышцами Оп Видите, вот эта мышца Вот таким образом Качается Вот эта мышца Я обязательно Всегда Делаю очень сильно Вот так вот Массаж Когда я умываюсь Мою волосы И всегда Вот эти вот Кожа К скальпу Не должна быть так Приклеена Ее нужно обязательно Всегда Как Типа Отклеивать Ну С движением Наверх Тоже очень хорошо Тонус и мышцы Держит Обязательно Вот Массировать себе Скальп Массировать 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 Прям все Это тоже Очень хорошо Для этого Для 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 тонуса Soon Массажер Тонус и Блум Блум Называется Да Называется Блум Бл Массажер Музыка крутая Я брекеты снимаю, вы заметили? Кстати, я сейчас перестала шепелявить, но пока еще не могу сказать, что говорю еще к чистым Губы переборные, губы, какие мама отдала, такие вот губы есть Уж извините, если переборные важны Хочу видеть твои глаза, близкую к тебе Чтобы это начало Я ушла, надо кофе выпить, господи, точно кофе Давайте выпьем кофе Сейчас сделаю кофе, а он мне поможет Как ты, котик, сладкий мой? Нормально? Да А я выпью кофе Выпью кофе, потому что я так хочу спать Просто вообще У меня прям засыпаю Так Так Водичка там есть? Да Да, Кис Пузырьки делать Пузырьки надо было делать тогда, когда ты набирала воду Хочу Хочу Так, декоктейль не хочу Экстра дарк Вот давайте Потому что сейчас пойдем на пляж уже, дорогая Сейчас уже пойдем на пляж Сейчас уже пойдем на пляж Так Он должен мигать, что надо, или ждать? Я не понимаю Я Но Бум-бум Блум-блум Блум-блум Я так рада, что я подстриглась опять Боже Какое-то счастье иметь Такие короткие волосы Это просто удовольствие сплошное Thank you for nice lips Как отношусь к тому, что Сергей Лазарев едет на Евровидение? Он едет, по-моему, от другой страны, да? Я так понимаю Нормально отношусь Слушайте, что Сережа талантливый парень Харизматичный Может быть, его время пришло Кто знает Может быть, сейчас он станет суперзвездой А то вот для Сережи столько лет Столько лет на эстраде И вот я как-то не помню ни разу, чтобы у него был такой какой-то бум Как был, допустим, у Бузовой Сейчас, по крайней мере Как был у Вилана когда-то Как был, как сейчас у Лободы Вот какой-то такой, что прям выстрелила Вот ни разу не видела, чтобы Сережа был вот такой прям на пике популярности Хотя он очень и красивый, и талантливый Так, где мой заряд Телефон садится Устанчиво Сейчас я зарядку наблю Киса Еще полчасика и пойдем, дорогая Бузова не может петь, но у него офигенный вкус к музыке Я вот ее песни слушаю, три трека Вообще не останавливаю Мне они нравятся больше, чем все остальные При этом, типа, Бузова не умеет петь Ну вот петь не умеет Да? Петь не умеет А поет при этом, у нее треки прикольные То есть она, как бы, очень прикольная Подбирает музыку, тексты хорошие Не все, я не могу сказать, что прям все слушаю Но три песни, вот эти вот Атомы, губы Просто мне безумно нравится Атомы, очень крутой трек И Вот это, принимай меня еще Вот что застали про губы писать Кстати, с того дня, как я брекеты сняла Стали писать про губы Видимо, они Сейчас вот прямо они стали как-то так Как раньше опять Так что, когда брекеты были Были приоткрыты, наверное Не знаю, что-то случилось Губы стали больше казаться Бузова научилась Про ангелов? Что за пангелы? Научилась говорить Ну Ну да А здесь, который как Бузова по сердцу Ну вот Угу Ну Ну если честно, да Люди завидуют Вот честно, положа руку на сердце Завидуют Потому что Человек столько лет пашет Столько лет работает Видит результаты Хорошие причем Да Как бы И результаты эти не удовлетворяют тех Кто, мне кажется, завидует Если честно Я не говорю, что у Лазарева нет хороших песен Вы неправильно поняли Я говорю о том, что Лазарев Вот так вот прям С супер популярностью Вот как-то вот Одна единственная была популярность Когда он был с Лерой Кудряб Ну на мой взгляд Потому что вот тогда Они как-то там хайпили И туда-сюда А сейчас я всего не слышу Не вижу, где он Что он Я не знаю При этом Он талантливый При этом он хороший голос Да, Кис? Сейчас, ребят Да, любимая Я не знаю 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 Давай через два минуты Чего отверстили Пойдем на пляж Солнышко уже будет хорошее прям Прикол в том, что сейчас у меня написано было Что типа мы сделали паузу Потому что вы типа не используете этот прямой эфир Прикиньте Соня даже видит Что мы прямой эфир не используем Как-то приложение считывает Ваша передача Лолита Очень понравилась Вот так изменить Так Лолита, господи Это была передача Была снята сколько лет Ну года три назад Наверное с ней четыре Это было очень давно Эффективные маски для ухаживания Сейчас вам подождите Покажу Блин, я же хотела маску сделать Кстати У них такие крутые маски Просто нереальные Я вам показывала уже Сейчас еще раз покажу Просто нереальные Витамины допить мои Вот эти которые Биотинные Вот Вот Надо сейчас сделать перед солнцем Как раз Кстати наполнили меня Это японские Очень крутые Очень крутые Лу-лю-лю называется Видишь Лу-лю-лю Очень крутые А, она типа для жирной кожи Хотя она не жирная кожа Крем от целлюлита не бывает Ребятки Не может быть Вот это, кстати, трек Крутой тоже Очень крутой Рыбий жир Да Это хороший Американский бренд Витамины Сейчас люблю Спирулина Спирулина Это круто Да А что Для чего Попробовать Привет Трек офигенный Да Пытаюсь не уснуть В прямом эфире Чтобы скоротать время И пойти на пляж Шепелями еще Да Ну, шепелями не может быть прошло Но Эти звуки Нужно теперь отработать по новой Слушайте, банки вакуумные Я вот А, по поводу крема У вас говорили Банки Такая вот эта штука Немножко как бы Ими опасна, конечно Когда Можно Ну, самому себе навредить Петрушка Петрушка рубленая Которую я пила Она выводит тяжелый металл Из организма Если вы много рыбы кушаете Как я, допустим А я ем много рыбы Потому что я мясо не ем То потом что начинается Потом Этот Меркурий Как он называется Ртуть Очень много в организме Поэтому он хорошо выводит Ой, как хорошо кофе Пошел Узбодрил прям Взбодрил Взбодрил Кто-то пришел Анжелин А, нет, значит Показалось Давайте послушаем Бузовский трек Давайте Я вам сейчас поставлю Песню Атомы И вы мне скажете Вот если бы я не сказала Что Бузова Может быть даже бы Я не поняла что это Бузова Сейчас подождите одну секундочку Не отключайтесь Вот этот трек То было Блум Все то что играл до этого Пять треков Это было Блум Уплари Вот Бузова Вот Бузова Я не люблю пляжный отдых, я люблю больше активный отдых. Вы меня хорошо слышите под эту музыку или громко? Это вы выключите меня в эфире лучше, я музыку не выключу. Аюрведу я делала один раз, да. Джинсы будут продажать через месяц, месяц. Я не дождусь просто, я говорю, дайте мне с собой. Я так хотела с собой взять платье, вот эти красивые все в Таиланде. Они мне говорят, нет, мы не дадим, это сэмплы. Я говорю, вы негодяи, блин, просто негодяи. Я получила много, спасибо большое, ребята. Я получила это как комплимент, что я выглядит как Анжелина Джолей. Не нравится эта песня? Я получила это как комплимент. Я получила эту музыку. Какая маска. Всегда так масочку подоберу. Сначала так увлажняю. Потом уже наношу. Я на букете. Ровный цвет лица я же делала несколько дней назад в сторис. Это Diamond Shine, который мы делаем с Серёжей Барсяковым. С косметологом. Он так выравнивает лицо. Этот как его? Спектропил. Просто вообще невероятно. И после его можно сразу на пляж. Ну, то есть на солнце. Он не такой, как этот тяжёлый лазер какой-то. Кофе выпил, мне так хорошо стало. И уже спать не хочется. Сразу. Как похудеть, кушать меньше. И активной жизни побольше. Как же ещё? Не, я не курю, ребят. Курение это вот первый вообще признак сразу убитой кожи, сухой. Но что самое интересное, девочки. Самое интересное, знаете, что любой, блин, глоток алкоголя, он вам через 10-15 лет, каждый из этого глотка будет на лице. Каждый глоток алкоголя. Те, кто пьют, особенно выпивают на каждые выходные, я считаю, это люди зависимые от алкоголя. Они считают, что нет, а я считаю, что да. Кофе без сахара, вообще всё без сахара. И вот тогда уже, не сразу понятно, когда 23, 25, 26, что там, слушай. Выпил сегодня там, выпил завтра, выпил вина, выпил там что-то ещё, да. Типа там, весело, хорошо. А потом раз, и всё, стук-тук. Приходит к вам, постучался. Постучался к вам кожа, на груди будет ужасная. Не только лицо. Вот плечи, грудь, всё дряблое становится такое. Я смотрю на некоторых и думаю, боже мой. Конечно, об этом не думаешь, когда помоложе, об этом не думаешь. А думать об этом надо заранее. Слава Богу, что мой организм никогда не мог переносить алкоголь. Если я выпивала, то мне потом было так плохо на сегодняшний день, что я полгода пить не могла. А сейчас я даже на праздники не выпиваю. Потому что я понимаю, что это такое. Такое убийство кожи. Сигареты, всё вот это вот. Ну и кофе тоже обезвоживаю, кстати. Я советую выживать на работе, отстоять своё место или идти спокойно. Я скажу так, дорогая. У меня тоже выживали на работе. Я помню, я работала в фирме, пластиковые окна. Одни из первых моих таких. Даже бокал вина, девочки. Лучше бокал воды выпейте и вспомните меня. А ещё лучше. Бокал воды попросите, чтобы вам налили вот такую вот стопочку свежевыжатого имбиря. Выпили её даже на тусовке. У меня так оно прогревает. Прогревает. Я чувствую себя пьяной. Как будто, знаете, как будто это... Типа я тоже пьяная такая. От имбиря. Я имбирь в дайшот. Хоп! Выпила. И мне по кайфу. Она меня прогрела, как будто я водочки выпила. Ну, только это всё для здоровья. Для здоровья. Вот. И потом, значит, пошла танцевать. Пока, дорогая. И что я говорила? Ну, зачем ты пьешь? Ну, зачем ты пьешь? Ну, зачем ты пьешь? От бокала вина, ну, я не согласна. Ну, зачем ты пьешь? Я не согласна. Всё-таки, смотрите, смотри. Вот ты, допустим, ну там я, ты, мы, вы живем в России, где экология отвратительная, где сухой воздух и где вот этот, где этот бокал вина потом начнет вас так обезвоживать, а плюс еще нет атмосферы, которая, допустим, на море, понятно, когда вы на море живете, если вы там на юге Франции, на юге там Италии, на юге какого-нибудь с морем, там с хорошим воздухом, да, бокал уйдет незаметно. Ну а если мы живем в такой экологии, где одни машины, где химия, заводы, все вот это вот, это каждый бокал вина, поверьте, он накапливается потом в бочку вина и так далее, маска на лице, вот я просто не хочу вас пугать. Одевать ее полностью, поэтому я сделаю это. Сейчас перед солнцем увлажняюсь. Вот это все эти песни, которые мне нравятся. I got so many messages today, like, guys, do I really remind you Angelina today? Crazy. Что-то одни иностранцы пошли. Девчонки, вы где? Что такое смысл лифтинг? Давайте так, вы, вот кто-то написал, спасибо за полезную информацию, я так много, знаешь. Ребятки, давайте так, все те процедуры, которые я делаю в своих сторисах, в своей странице Боня Бьюти, это те процедуры, которые, которые можно делать, не повредив, не навредив ни своей коже, ни в будущем, ничему. Поэтому, если я что-то, допустим, говорю, да, на себе показываю, не просто, о, сходите попробовать, а вот я на себе показываю. Я к лицу, к своему, не даю прикасаться никому. У меня нет ботокса, вы видите, да, у меня вот лицо, я могу там морщить, у меня нет ботокса. Я считаю, что это тоже такой яд, который нужно, я не знаю, там, самую-самую последнюю очередь вкалывать себя. А уж тем более, когда тебе 20 лет, потому что это все потом атрофированные мышцы, ядом отравленные. И уже не ждите, что ваши мышцы будут держать корсет вашего лица, когда вы их там захерачиваете все время ботоксом. Потом вот эти все филеры. Это просто жесть. Вот когда-то у меня вот были носогубки там, и мне, знаете, как эти филеры делали в России? Можно было вот так вот колоть иглу, вот сюда закладывая филеры. Это категорически делать нельзя. А некоторые, я извиняюсь, идиоты, врачи или там, как косметологи, знаете, как делают? Они вообще вот так закладывают гелем. Этого нельзя делать, ни в коем случае. Потому что... Диспорт... Подожди. Что-то знакомое Диспорт. Сейчас не могу вспомнить, что это. Короче, вот для меня что такое гиалуронка? Гиалуронка, притягивающая воду, И дает такое вот состояние такого отекшего лица. Мало того, что отекшего, что все еще похожи друг на друга. Твои черты просто исчезают. Пока я не попала к доктору Саймону, у меня была просто такая асимметрия. У меня так вот лицо было перекошено. И он мне выровнял эту асимметрию. Он мне вот все убрал. И сейчас... Ну да, косметологи меня, конечно, сейчас очень не любят. Я сейчас расскажу, как убрать. А, Диспорт это точно аналог этого ботокса. Нет. Ну, химоза. И то химоза, и то химоза. Короче, слушайте дальше. Он мне убрал эту асимметрию. Он, правда, делает, знаете что? Он делает этот... Как его называют? Радиус. No, радиус, да, радиус он делает. Короче, радиус это то, что нельзя расколоть. Поэтому... Я сейчас все расскажу. Подождите. Смотрите. Когда вы делаете радиус, это то, что нельзя расколоть. Поэтому, если вы пойдете к какому-то левому доктору, он говорит, я вам тоже там сделаю радиус, как будто Саймон, он переколет вам лицо, все. Пиши, пропало, ближайшие три года вы будете просто ходить, как этот... Да, радиус, хорошо, так. Будете ходить, как эти... Ну, не знаю, как сказать. Как то. Как чудовище, наверное. Поэтому будьте осторожны. Вот просто осторожны. Что он сделал? Он мне убрал носогубки. Каким образом? Он мне просто вколол вот сюда и вот сюда. Маленький вот такой... И что сделалось? Вот эта вот часть поднялась. То есть нос со временем утопает. И вот они, носогубки. Видите? Видите, да, что происходит? Вот он туда утопает и получает эти складки. То есть он чуть-чуть сюда, чуть-чуть сюда. Но это надо очень осторожно. Если вам это сделает кто-то, можно вот такой нос сделать. Ну, то есть это все, девочки, это все настолько нужно прям быть очень осторожны, ребятки. И после радиус нельзя колоть гиалуронку. Я гиалуронку не колю. Потом еще, значит, он мне говорил так. Я думала, что, может быть, у меня просто... Вот когда я убирала когда-то грыжу, да, давно, там, мне было 25. И потом потихонечку начали глаза, так я смотрю, провисать. Сейчас я делаю зарядку. Сейчас он мне тогда все выровнял, потому что мне тоже укололи какую-то гиалуронку. Она в мешки превратилась, все скаталась. Это был ужас, короче. Саймон, которыми все это спас, выровнял. Он же этот... По первой профессии он, знаете, кто? Он скульптор. То есть у него четко... Как это называется? Есть пропорции он видит. Он же их еще замеряет. Пилинги это нормально. Пилинги хорошо, смотря какие, опять же. Будьте тоже осторожны. Так вот. Губы у меня вообще ничем не закололы. Губы вообще не трогаю. И... Что еще? Гиалуронка мигрирует. Мало того, что она мигрирует. Потом она... Вот этот, который мне вот сюда накололи. У меня потом вот здесь такие были штуки. Вот так вот. Вот так вот эти вот скопились. Ужас. Страшно. Поэтому очень-очень я вас прошу, девочки, особенно молоденькие, маленькие, 25, 26, не трогайте свои личики прекрасные. Просто не трогайте, не давайте никому колоть ничего. Если вам кто-то говорит, что вам надо тут подколоть, тут подколоть, тут подколоть, не слушайте никого. Если морщины сильные в 20, значит нужно, во-первых, научиться мимику свою держать. Это во-первых. А во-вторых, девочки, вот я сейчас, вот смотрите, как я, видите, сейчас у меня возмущение на лице. А раньше я возмущалась вот так. То есть надо учиться, как бы, работать мимикой такой, чтобы она не вредила, скажем так, да? Это работа. Конечно, это работа. Это не все так просто, не за один день. А потом вам будет, когда 30, 35, 40, 45, 50, что вы будете делать? Вот что вы будете делать? Вы потом ничего не сделаете, если вы в 26 начнете что-то колоть. И мигрирует эта гиалуронка. Потом она еще, знаете, что делает? Она еще и потом, как бы, такой вот объем дает, правильно? Потом объем уходит, и кожа начинает свисать. То есть поэтому очень осторожно. Все очень осторожно нужно делать. Витамины, я не знаю. Вот сейчас столько машин крутых, да? Мой вот этот, помните, который в Лондоне я... Я доверяю, смотрите, у меня есть три человека, которым я доверяю свое лицо. Первое. Саймон. Если мне нужно, допустим, какой-то там тачап сделать. Потому что иногда под глазами вот этот, допустим, вот этот радиус, он хорошо делает под глазами. Второе лицо. Ну, и Саймон, это тоже экстренный вариант. Это там раз в год, раз в два года, там, и то я уже, даже его руку держу, я уже не даю. Последний раз я у него была, вот он мне ручки, ручки делал. И он мне, давайте сюда, я говорю, Саймон, ну одну каплю. Вот он мне начал, я говорю, все. Вот одну каплю сделал, потому что там где-то шишечка была, чтобы чуть-чуть сравнять. Потому что в прошлый раз я просто перехерачил под один глаз. У меня до сих пор здесь шишка, которая, она не ушла, еще три года будет держаться, я вам не говорю, поэтому. Короче, дальше что? Я вам сейчас все расскажу. Дальше пошел этот, который у меня в Лондоне. Его зовут, а, да, про работу я не договорила, про выживание, сейчас. Его зовут Петро. У него машины крутые. Получается, что он делает эту вот эндосферу для лица, она просто нереальна. Вот у меня сейчас приехал, у меня лицо было такое уже уставшее, увядшее, там, ну, я имею в виду обезвоженное, да? Приехал к нему, через полчаса прихожу, выхожу, просто опять все вот так вот. Поэтому есть очень много крутых кремов, средств, машинки сегодня, которые не дают фиброз, которые не дают такие вот ненужные последствия. Дальше потом, что еще? И третий мой косметолог, которому доверяю свое лицо, это этот Барсуков Сережа, я вот ставила недавно. Мы с ним делаем всегда, это Diamond Shine, это как бы его авторская метода двух комбинаций процедур. И Петро, кстати, тоже комбинирует процедуры. Он говорит, что это очень правильно комбинирует, он как бы добивается больше эффекта. И вот мы делали с ним сейчас спектропил, и после спектропила тут же делали интерситиклс. Вот, потом, значит, вот такие вот как бы всякие там микротоки, всякие вот такие штучки, которые вот именно стимулируют мышцы. Вот это хорошо. Массаж массажу рознь. Я бы вместо массажа сегодня уже есть вот этот эндосфер для лица. И я думаю, что эндосфер это гораздо лучше, потому что там такие ролики, которые, они работают на мышцу, на группу мышц. Они вот и дают тонус хороший. То есть можно вообще вот в сорок можно выглядеть как в двадцать. Я вас уверяю. Если вы будете собой заниматься, можно выглядеть даже лучше, чем в двадцать ноги выглядят. Поверьте. Потому что это все... Дарсенваль, да, он такие... Ну что Дарсенваль, он там... Его тоже очень пересушить можно лицо. Он там, ну, прыщик прижечь им. Что еще Дарсенваль делал? Отеки, наверное, убрать. Тоже не увлекайтесь. Дальше поехали. Вот насчет выжить с работы. У меня была история. Я работала в этой фирме Мирокон. И эти бабки, короче, которые работали там давно, увидели, значит, что я пришла новенькая такая. Значит, и очень быстро я такая... Меня поставили как оператора там на телефон. А я уже и в окнах разбирался, и консультировала людей через две недели. Они уже видели, но я хватаю быструю информацию, что я могу сделать. Они начали меня выживать. Просто начали выживать. И я там не доработала месяц, меня просто выжили оттуда. И я могу сказать, что каждый раз, когда я, допустим, теряла какое-то одно место, находила другое всегда лучше, еще лучше, еще лучше, иногда просто жизнь готовит для вас что-то большее. И если вы теряете что-то сегодня, я вас уверяю, вы приобретете гораздо больше завтра. Ну, завтра условно. Поэтому чувствуйте интуитивно. Киркоров слушает, он же иногда. Зависливая воля, так и останутся тем, кем есть. Вообще, зависть это такое. Вот сейчас я, кстати, вчера прикольная... Как вчера я прикольно такое слушала. Я подписалась на одного человека, мне кто-то посоветовал его, шаман один. И я ему вчера зашла прямому эфиру, ну, как вчера, сегодня в 6 утра, у них там в Лос-Анджелесе вчера была. Я зашла к нему в прямой эфир, он с кем-то общался. И я с ним начала разговаривать, я говорю, вы там, что, каким образом... Ну, все же шаманы тоже по-разному работают. Я говорю, вы что, допустим, ну, как бы на чем работаете? Музыка, транс, вибрации, дыхание, гимнастика, айваска, что еще? Он говорит, я нет. Он говорит, абсолютно. У меня он, кстати, есть в подписках. Шаман Дерек, по-моему, называется. Какие он крутые сказал вещи, ребята. Про дочь я не забыла. Дочь, как я могла про нее забыть? Дочь у меня, в метре от меня. Короче. Он говорит о том... Это было просто... Для меня это вот сегодня какой-то... Я не знаю, что это. Сейчас, ребят, секундочку. Вот. Значит, мы сегодня с ним разговаривали. И он говорит следующее. Стул, стол, каждое движение, каждая мысль, все имеет энергию, все имеет вибрации. И он говорит, вот очень важную вещь. Он говорит, смотрите, когда вы убиваете дельфинов, если вы истребите всех дельфинов, у них есть возможность... Вы же знаете, да, у дельфинов там они как-то слышат как-то по-своему, частоты. Если их всех уничтожат, у человека вот в мозге атрофируется определенная часть. Он говорит, природа, человек, природа, все, что создано вообще во Вселенной, ну, по крайней мере, мы берем сейчас планету Земля, она все взаимосвязана. Мы как одна сеть. Вот я просто говорила, да, говорите там про завистливых, еще что-то. Он говорит, каждый раз, когда вы кого-то убиваете, человека, животного, неважно, вы таким образом лишаете себя и всю нашу, как бы, нет, да, эту связь, весь наш, ну, скажем так, эту матрицу. Она вообще о чем? Ну, это не каждому дано понять просто, да, я про то, что про вибрации, про энергию, про мысли, про действия, что каждое ваше действие, абсолютно все, все ваши действия, мысли, они влияют на вашу жизнь. И вот эти все какие-то слова, словечки, там, не знаю, зависть, все вот эти низкие, низменные вибрации, они все будут приносить эффект в вашу жизнь, эффект нехороший. Он говорит, что для меня важно, что вообще раньше, он может вызывать ветер, представляете? И он не работает ни с чем, то есть он абсолютно все, он говорит, у нас у всех есть вот эти, как же вам перевести на русский, блин, я не могу понять, как вот это все сформулировать правильно. Он говорит, вот представь, что ты напугался, да, у тебя есть страх, холодок по коже. Вот эти импульсы энергетические, даже электрические, эти электрические импульсы, они в нас во всех есть, но они спят. То есть они, получается, активируются тогда, когда нам что-то угрожает. То есть в те ситуации экстренные, но мы их можем почувствовать, этот адреналин, который вырабатывается, этот вот страх, да, и так далее. Он говорит, можно это все активировать, все электронные импульсы, которые человек может испытать, их можно активировать человеку, если ты живешь в осознанности. А в осознанности, живя человек в осознанности, он не может кого-то ненавидеть, он не может кого-то там, не знаю, не прощать, он не может завидовать. Это неосознанный человек. Поэтому тогда, когда каждое твое действие, каждая твоя мысль идет отсюда осознанно и соединена именно с твоей душой, тогда ты начинаешь выравнивать, 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 и ты на те вибрации уже поступаешь, подключаешься, где ты можешь включать вот эти вот импульсы и управлять ими. Это так интересно, девочки, это просто, я нашла просто человека, который, и я ему написала в прямом эфире, ну и пусть не понимают, какая разница, даже хоть 90%, если 1% поймет, это уже достаточно. Со мной все нормально, девчонки, я просто маску делаю, у меня маска для лица. Так вот, что я хотела сказать. Я поеду обязательно к нему в ЛА, когда поеду, обязательно поеду к нему на этот, схожу, на курс, он делает это. А, он мне потом написал, я ему написала в личку, типа, спасибо за эфир, потому что у меня прям были мурашки. Он написал мне, типа, послушай мой бродкаст, я его послушаю, еще не слушала. Нет, я осознавала это, я осознавала это, просто я не знала, где мне найти вот этого алхимика. Я всегда хотела найти его, я всегда понимала, что он где-то есть. Киса, ты звала меня? Сейчас, подожди, покази. Киса, ты звала меня? Ты звала меня? Сейчас, можно поедем, что я пойдем? То есть, я всегда знала, что это есть, да, но как бы вот как-то мне казалось, что это потерян. А он африканец, он говорит, у нас, у африканцев, это в природе, это в их культуре. То есть, они все, вот этот шаманизм, у них идет уже с поколения в поколение, его прапрапрадеды. Как найти его страницу, шаман, наберите у меня в поиске, шаман Дерек, Дерек, по-моему, его зовут. Какой он крутой, у меня мурашки, девочки, и это все без какого-либо там вмешательства, без каких, я понимаю, что это все есть. Он говорит, смотрите, некоторые-то используют, допустим, кто-то дыхательную методику использует, кто-то, допустим, ту же, допустим, айвазку. У всех разных, у перуанцев, допустим, своя культура. И все выходят, как бы, на эти вибрации через разные двери. А он начинает работать так, что ты в осознанности сам включаешь в себя эти вибрации. Ну, это просто нереально. У меня сейчас просто вот мурашки, я не знаю, видно, не видно, гусбамс, когда я говорю про него. Я, наконец, нашла этого человека, я поняла, он говорит, для меня важно, как для шамана, чтобы все люди изучали эти вибрации, чтобы все люди жили осознанно. И я понимаю, что если сейчас я поеду к нему и чему-то научусь, я смогу вам тоже очень многое дать. Я всегда думаю о том, что есть, так как ко мне пришла все-таки, да, популярность, пришла узнаваемость. Огромное количество людей меня читает, смотрит, слушает годами и очень любит... Дочка Ванна, я потом покажу. Очень любит такие темы, да. Значит, я как некий такой источник, через который люди могут узнавать информацию. Поэтому это меня так мотивирует всегда и очень вдохновляет на то, чтобы еще дальше и дальше познавать что-то и давать вам. Из-за стресса очень плохой сон. Что посоветуете? Во-первых, если уже два года, надеюсь, вы не пьете никакие транквилизаторы. У нас две минуты сейчас будет, да, как проводник, все верно, вы говорите, сейчас отключится. Я бы на вашем месте начала работать как раз-таки с вибрациями. У вас какое-то непрощение, у вас какая-то сидит не то что стресс, у вас какое-то непрощение, обида, какие-то страхи. А, вот самое главное, то, что фразу он сказал. Люди сегодня живут в состоянии выживания, экстремального выживания. А люди должны жить не в состоянии...